Заседание областного парламента началось с подведения итогов прошедших выборов президента. Перед депутатами выступил председатель избирательной комиссии Юрий Андриенко. В нашем регионе подсчет голосов уже завершен. Однако окончательными они будут признаны после того, как Центр избирком опубликует окончательный протокол прошедших выборов. Всего в избирательную комиссию поступило 176 обращений. Из 176 обращений удовлетворено 13. То есть комиссии подтвердили, что факт нарушения был. Преимущественно большинство удовлетворенных этих обращений касалось агитационного периода, традиционно. Одно из обращений было рассмотрено в мандатной комиссии законодательного собрания. В комиссию поступила жалоба на представителей партии КПРФ, которые, по мнению заявителя, допустили неэтичное поведение в сторону избирателей. Мандатная комиссия рассмотрела, пригласила заявителей, приглашала непосредственно самого депутата, в отношении которого поступило обращение. К сожалению, он не смог принять участие в мандатной комиссии, и обращение было рассмотрено в его отсутствии. Проект постановления мандатной комиссии уже подготовлен. Его рассмотрели на заседании в закрытом режиме. В сам же день выборов нарушений законодательства выявлено не было. Это подтвердили и общественные наблюдатели. 2000 общественников работало на всей территории области. И те попытки, которые были и 18 марта, бросы фейковых новостей, каких-то неправильных действий на избирательных участках, они моментально пресекались нашими наблюдателями. Они сообщали в тот ситуационный центр, который у нас работал. По сравнению с 2012 годом, доверие населения области к действующему президенту увеличилось на 16%. Если посмотреть на цифры, то в 2012 году итоговая явка по Ульяновской области составила 63,5%. За Владимира Путина проголосовало 58% избирателей. Спустя шесть лет цифры значительно выросли. Явка составила 64%, а глава государства набрал больше 74%. А что значит рост? Это значит оценка деятельности президента и по национальным проектам, которые реализуются в Ульяновской области, и по госпрограммам. Депутаты высказались об итогах выборов президента России. Все они сошлись во мнении, что результаты голосования легитимны. Тот курс, который президент для себя выбрал, поддерживается широкими слоями населения, не только партии «Единая Россия», но и представителями других партий, беспартийными. Мы на сегодняшний момент имеем результаты выборов, подтверждающие, что у нас в стране действительно национальный лидер. Результат по Ульяновской области 6,22%. В сравнении с выборами 2012 года это почти одинаковый результат. Тогда немного явка была повыше, но тем не менее результат очень близок к тому. Я считаю, что это показатель доверия программе нашего кандидата, показатель доверия деятельности ЛДПР в целом. Ну и наберусь смелости определенно сказать, что это показатель доверия и деятельности регионального отделения. Второй секретарь областного отделения КПРФ Александр Кругликов также подтвердил легитимность и открытость прошедших выборов, отметив, что их результат зависел от самого президента. Конечно, успех Путина – это не заслуга чиновников, депутатов и так далее и тому подобное. Это заслуга самого, прежде всего, Владимира Владимировича Путина. В целом парламентарии пришли к общему выводу – продолжать работать над проблемами своего региона вместе и сообща. Очень хотелось, чтобы поняли наши оппоненты, которые сегодня у нас присутствуют здесь, присутствуют в Государственной Думе, что надо работать на Ульяновской области, делать все вместе, собравшись вместе, взявшись за руку и делать все для того, чтобы Ульяновская область процветала и дальше.